Аркадий Аверченко Смерть африканского охотника Читает Геннадий Постригайло Общие рассуждения Скала Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом. Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена. Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы, одного за другим, одного за другим. Впереди ее пустые, отверстые могилы, сзади наполненные, засыпанные могилы, и кучка живых людей у края видят прошлое. Могилы, могилы и могилы. Остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все. Я вспоминаю эту ненаписанную картину, и пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный. У основания большой желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте я закопал в песке, похоронил одного англичанина и одного француза. Мир праху вашему, краснобаи и обманщики! Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо, и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади. Моего отца, индейца Вапи и негра Башилика, а за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены. Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу. Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время. Как можно было жить в Севастополе, когда существуют филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Зимбабве? Меня, десятилетнего пионера в душе, место жительства отца не удовлетворяло. А занятия? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром. Ну, конечно, я ничего не имел против торговли, но вопрос, чем торговать. Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушке, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником. Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом. Негроторговцы так называют негров. Но мыло, но свечи, но пеленый сахар. Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря у подножия одинокой скалы, мечтал. Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище. Окованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, геней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари. Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром-ром без конца. Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим. Мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь, не примазаться ли к ним. Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих купцов, сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами верный галстук на шею. С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива. Вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на вырученные деньги фургон, в которых ездят южноафриканские боеры, оружие, припасы, нанять нескольких охотников для компании, да и двинуться на африканские алмазные поля. Положим, отец и мать забракуют Африку. Но, боже ты мой, остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакера и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами. Ха-ха! Солнце накаляет морской песок у моих ног, тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев Луи Буссенара и капитана Майнрида. Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат, жарившийся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники и так далее и тому подобное. Я глотаю слюну и шепчу обуреваемой завистью. — Умеют же жить люди! — Ах, ну-с, позавтракаем и мы. Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт, не приближается ли пиратское судно. А тени все длиннее и длиннее. Пора и в свой блокгаус на ремесленной улице. Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселена сохранилась, и над ней ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом. Там все по-прежнему. А мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом. Ха-ха, гляди-ка, а ведь у тебя тоже появился седой волос. Первое разочарование Не знаю, кто из нас был большим ребенком, я или мой отец. Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю святую неделю, и, может быть, в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну, и, может быть, останется и до мая. Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я виду не подал. — Подумаешь, зверинец, какие там звери? Небось и агуте нет, и гну, и анаконды, матери вот, не говоря уж о жирафах, пекаре и муравьедах. — Понимаешь, львы есть, тигры, крокодил, удав. Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. — Вот это, брат, штука! Индеец там есть, стрелок и негр. — А что негр делает? — спросил я с побледневшим от восторга лицом. — Да уж что-нибудь-то делает, неопределенно промямлил отец. — Даром держать не будут. — А какого племени? — Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем, увидишь. Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачевую с желтыми украшениями отделку балагана? Как оценить симфонию звуков хриплого арестона, хлопанья бича и потрясающего рева льва? Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов — львиной клетки, конского навоза и пороха? Эх, очерствели мы! Однако, когда я опомнился, многое в зверинцию перестало мне нравиться. Во-первых, негр. Негр должен быть голым, ну, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию негра в красном фраке с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты и вообще относился ко всем очень заискивающе. В-третьих, тяжелое впечатление произвел на меня в апите индейец-стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух. Но где же скальпы? Где ожерелье из зубов седого медведя-гризли? Нет, все это не то. И потом человек стреляет из лука. Во что? В черный кружок, нарисованный на деревянной доске. И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги-бледнолицые. «Стыдись, вопите, краснокожая собака!» Хотел сказать я ему. «Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия. Увы, вопите, забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланился на аплодисменты и ушел. «Прощай, трусливая собака!» Чем дальше, тем больше падало мое настроение. Худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязанный шерстяной платок. Живой удав, и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами, не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны. Эх, червяк ты несчастный, а не удав! Лев, царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком вносящийся из густых зарослей и как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы. Лев, гроза чернокожих, бич статы, зазевавшихся охотников, прыгал через обруч, становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар. Гиена становилась ногами ему на круп. Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он в другой раз и к клетке близко не подошел бы. И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь. Прошу не осуждать меня за кровожадность. Я рассуждал, так сказать, академически. Всякий должен делать свое дело. Индеец снимать скальп, негр есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять, пить есть всякому надо. Теперь я и сам недоумеваю, что я надеялся увидеть, явившись в зверинец. Парочку львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса, индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда, обезумевших от ужаса зрителей, или негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина. Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое бы меня удовлетворило. А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном. Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся. Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я из любви к приключениям, он из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности. Удаст, пригласил. Интересные люди. С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина. Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо. Второе разочарование Смерть Удар за ударом Индеец Вапи и негр Башилика явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше. Они, по примеру хозяина-зверинца, христосовались с отцом и мамой. Негр-каннибал христосовался. Краснокожая собака Вапи, которого засмеяли бы индейские скво, христосовался. Боже, боже, они ели кулич. После жареного миссионера кулич. А грозный индеец Вапити мирно съел три крашенных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. И это вместо раскраски в цвета войны. Кончилось тем, что отец, схватив киевской наливки свыше меры, затянул вьют-витры, вьют-буйны, а индеец ему подтягивал. А негр танцевал с теткой Польку-мазурку. Правда, при этом он ел ее, но только глазами. И в это время играл не там-там, а тарбан под умелой рукой отца. А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, позабыв своих львов и слонов. Утром, когда все еще спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел. Вот и моя скала, вот и расселена, мое пища и книгохранилище. Я вынул бусинара, майнрида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги в последний раз. И со страниц на меня глядели индейцы, поющие, вьют-витры, вьют-буйны, глядели негры, танцующие Польку-мазурку под звуки хохладского торбана, львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета. Я вздохнул. Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство. Я вырыл в песке под самой скалой яму, положил в нее все томики француза-бусинара и англичанина-капитана Майнрида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем уже другим взглядом. Пиратов не было и быть не могло. Мальчик умер, вместо него родился юноша. В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями. Один город Считается признаком дурного тона писать о частной жизни лиц, которые еще живы и благополучно существуют на белом свете. То же самое можно применить и к городам. Мне бы очень не хотелось поставить в неловкое положение тот небольшой городок, о котором я собираюсь писать. Именно потому, что он еще жив, здоров, и ему будет больно читать о себе такие вещи. Поэтому, я полагаю, самое лучшее не называть его имени. Жители сами догадаются, что речь идет об их городе, и им будет стыдно. Если же жители других городов, которых я не имел в виду, примут все на свой счет, я нисколько не буду смущен. Пусть. На воре и шапка горит. В том городе, о котором я хочу писать и который не назову ни за какие ковришки, мне нужно было пробыть всего один день. Подъезжая к нему, я лениво поинтересовался у соседа по месту в вагоне, что из себя, в сущности, представляет этот город. Скверный городишко. Мог бы быть красивым и интересным, но городская дума сделала из него черт знает что. А почему? Сосед ехидно подмигнул мне. Покрали деньги. Кто покрал? Да и члены думы. А первый вор городской голова. Такого вора, как ихний городской голова, и свет не производил. Не только все деньги из кассы покрал, но даже самую кассу на куски разломал и домой к себе свез. А чего же ихняя полиция смотрит? Ихняя полиция? Ха-ха! Ихняя полиция! В этом городе такая полиция, что с живого и с мертвого взятки дерет. Ну уж и с мертвого, усомнился я. А ей-богу! Собираются родственники хоронить покойника, а их сейчас за шиворот. Стой! Куда? Хоронить? А разрешение от департамента торговли и мануфактур имеешь? Нет. Ну вот видишь, давай десять рублей по спектакльному сбору, тогда волоки. И дают. Ну, это уж выкажется слишком. Нет, не слишком, не слишком. С жидов взяли все, что можно было взять, и теперь русских стали ловить. Поймают. Ты жид? Нет, не жид. Нет, жид. Сколько? Десять. Подавись. Всего и разговору. Ну, как же при таких порядках могут существовать жители? Он опять ехидно подмигнул мне. Жители? А вот увидите. В этот момент поезд подошел к городку, имени которого я упорно не хочу называть. Так как вещей у меня с собой почти не было, я решил до ближайшей гостиницы дойти пешком. Взял ручной сак и пошел. Впереди меня шел человек простоватой наружности и вел энергичную беседу с бабой в платке. «Да ты говори толком, сколько хочешь». «Да двадцать же рублей!» «Слепой, что ли? Чистое золото». «Да мало что чистое. Небось, украла, дешево досталось. А у меня только десятка и есть. Хочешь за десятку?» Я приблизился. «Да вот, спросим у барина», сказал простоватый человек. «Не, что за краденную вещь можно столько просить». Баба подозрительно оглянулась на меня и спрятала золотые часы под платок. Простоватый человек дружелюбно нагнулся ко мне и шепнул. «Дура баба! Не хотелось бы вещицу выпускать. Часы рублей двести стоят, а она двадцать просит. Десятки только у меня и не хватает. Эх, жалость!» И сказал бабе громко. «Так не отдашь за десять? Ну и шут с тобой». Он махнул рукой и отошел. А я, оставшись с бабой, решил купить дешевые часы. «Вот что, сударыня», сказал я, «если эти часы действительно ваши, и если вы считаете для себя возможным отдать за такую цену», я вынул бумажник. Какой-то человек, видом похожий на дворника, спешно приближался к нам, размахивая руками и крича «Постойте, обождите, господин, вы верно приезжий?» «Приезжий», робко отвечал я, «оно и видно. Ах ты, старая ведьма, пошла вон, пока я тебя в участок не отправил. Ну и жулье же, прости господи». Старая баба запахнулась в платок и испуганно убежала, а мой новый знакомый сострадательно посмотрел на меня и сказал, «Эх вы, вот бы и влопались, если бы купили часики, ведь они медные». «А как же вот тот человек сам хотел купить?» «Да он ее муж, вместе работают по уговору, вот тут нужно держать ухо востро». Я горячо поблагодарил своего спасителя, а он добродушно махнул рукой и сказал, «Ну, чего там? Вы где думаете остановиться?» «Я еще не знаю». «У нас во дворе хорошая гостиница, чисто и безопасно, а в других гостиницах не только обворуют, а еще придушить могут». Я затрясся от ужаса и еще раз пожал руку моему новому знакомому. «Пойдем, я вас провожу». Когда мы вошли в арку под воротами, с нами столкнулся солидный изящный господин в цилиндре. Он перевел взгляд с моего провожатого на меня и с неподдельным ужасом всплеснул руками. «Боже мой, боже мой, послушайте, господин, на одну минутку». Он схватил меня за руку и отвел в темный угол. «Извините, что я так, не будучи представленным. Вы, конечно, приезжий, я это вижу. Скажите, не приглашал ли вас этот человек в его гостиницу и не сулил ли он вам разных благ? Да, а что? Мой долг, долг порядочного человека предупредить вас». «Знаете ли вы, что вас хотели затащить в гнуснейший притон и, напоив, обобрать, избить и выбросить? О, я такие сцены наблюдал неоднократно и всегда при участии этого негодяя, который вас поджидает у ворот». «Господи!» «Господи!» застонал я. «Какой ужас! Кому же после этого верить?» «Совершенно верно. Для приезжего человека здесь прямо гибель, всякая гостиница, клоака». «Ах, ну а что же мне делать?» «Если бы мое предложение не показалось вам назойливым, я пригласил бы вас к себе. У меня семейная квартира, правда, нет той роскоши, как в гостиницах, но моя жена хорошая хозяйка». «Я не знаю», горячо воскликнул я, хватая его руку, «чем и отблагодарить вас за такую любезность к почти незнакомому человеку. Спасибо». «О, не стоит благодарить». Полусмущенно полусмеясь покачал головой мой спаситель. «Интеллигентный человек должен помогать интеллигентному человеку. Это как масоны, не правда ли? Мы шагали по улице, и я, чувствуя искреннюю привязанность к этому господину, взял его под руку. На углу двух улиц к нам приблизился молодой бледный человек в жакейской шапочке, уперся руками в бока и сказал, обращаясь к моему спутнику, «Ну, здравствуй, карточный шулер Арефьев, здравствуй, мерзавец Арефьев, обыгравший меня в своем притоне. Что я вижу? Ты поймал приезжего и тянешь его на буксире в свою шулерскую компанию, которую ты выдаешь за свое семейство. По-прежнему ли ты Арефьев торгуешь своей любовницей, выдавая ее за жену, и по-прежнему ли ты ловишь доверчивых простачков вроде этого, а? Ха-ха-ха-ха-ха! И бледный человек разразился саркастическим хохотом. Мой спаситель выдернул свою руку из моей и принялся улепетывать вдоль по улице сопровождаемый свистом и улюлюканьем бледного человека. «Ох, мерзавец!» прошептал он, когда господин в цилиндре скрылся из глаз. «Впрочем, этот город полон негодяями». Потом бледный господин печально улыбнулся. «Вероятно, — сказал он, — вы и меня считаете таким же. О, не протестуйте. Вероятно, около вокзала с вами уже пытались проделать фокус с помощью медных часов или подкидки бумажника, и, вероятно, вас уже заманивали в какие-нибудь притоны. я вас понимаю, это город мошенников, и поэтому вы должны бы и ко мне отнестись недоверчиво». Он сел на ступеньки подъезда и, опустив бледную голову, тяжело закашлялся. «Конечно», сказал он, откашлившись, «вы вовсе не обязаны верить незнакомому человеку, и у меня нет никаких доказательств в пользу моей порядочности, но я доволен уж и тем, что вырвал вас из когтей этого негодяя Арефьева. Я не буду приглашать вас ни в гостиницу, ни к себе, но очень прошу вас не доверяйте и мне. Вы не имеете права доверять мне, неизвестному вам, в городе, где все построено на обмане. Предположим, что я тоже жулик, но, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы скорее уехали из этого города». «Почему?» спросил я. «Три года тому назад я приехал сюда такой же наивный, доверчивый и простой, через пять минут я уже был обобран, раздет, и вот с тех пор не могу выбраться из этого города, перебиваясь с хлеба на квас. О, ради бога, не доверяйте мне, но все-таки мой вам совет, проваливайте из этого города». «Да я, в сущности, по делам приехал». «Дела? В этом городе? Изумительно! Мне нужно устроить сделку с купцом Семипядевым по покупке оптом ста бочек масла и сговориться с адвокатом Бумашкиным по поводу одного взыскания». «Что? Вы без шуток? Скажу заранее, что они вам сделают. От Семипядева вы действительно получите сто бочек масла, но в бочках вместо масла будут кирпичи, а Бумашкин взыскать-то он взыщет, но деньги эти немедленно растратят, вы их даже и не понюхаете. Господи, сколько с ним уже было этих примеров! Так что же мне делать? В память того человека, каким я был три года назад, я хочу спасти вас. Кажется, ведь в моем предложении нет подвоха. Идите сейчас же на вокзал и немедленно уезжайте». Слова бледного молодого человека заставили меня призадуматься. Действительно, не лучше ли поскорее убраться из города, где все так входят в положение приезжего, хлопочут о нем и так конкурируют в этом, что приезжий может через час остаться без сапог? «Так Семипядев и Бумашкин действительно такие?» переспросил я. «А то какие же такие? Что мне за расчет врать вам?» «А вы проводите меня до вокзала?» «Так и быть, провожу. Если бы вы не подумали, что я способен сейчас же убежать с вашим саком, я попросил бы у вас его донести до вокзала, чтобы облегчить вас. Но вы, конечно, должны подумать, что я такой же, как и другие, что я убегу». В словах бледного человека слышалась затаенная горечь. Я вспыхнул, смутился, как школьник, пойманный учителем. «О, ну что вы, как можно так говорить? Чтобы доказать, что я этого не думаю, нате, возьмите сак, хотя мне неловко затруднять вас». Бледный человек взял сак, покачал печально головой, и вдруг бросился опрометью бежать по пустынной улице, стараясь избежать как можно скорее моего растерянного взгляда. Когда я брал на вокзале билет, кассир обсчитал меня на двугривенный. Едучи обратно, я задумался о судьбах этого города, который только и можно встретить на Святой Руси. Как кончат этот город? Плохо кончат. Будет, вероятно, так. Чужестранцы перестанут туда ездить, а туземцы украдут друг у друга все, что у них было, сдерут один у другого кожу взятками, поборами и обманом, а потом, когда проживут все это, поумирают с голоду. Неприятно говорить людям правду в глаза. И меня сначала смущало то, что жители этого города получат книгу с моим рассказом, прочтут и будут чрезвычайно обижены. Но потом я успокоился. Наверное, ни одна книга с моим рассказом не дойдет до них, так как будет утащена почтовыми чиновниками на ихней же городской почте. предлагаю услуги по выполнению следующих работ укладки ламината изготовлений и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделки лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич